Всем привет! На этом уроке мы разберем работу с модальными и всплывающими окнами. Что из себя представляют и зачем нужны? Чем отличаются друг от друга? Рассмотрим особенности их верстки и навигации. Модальные окна – это окна, которые блокируют доступ к другим компонентам родительского приложения до тех пор, пока оно не закрыто. Классический пример модального окна – диалоговое окно «Открыть файл». В нашем приложении мы используем модальное окно для отображения карточки блюда на странице с картой. Вы не можете продолжить работу с приложением, пока не выберете файл или не закроете диалог. Из модального окна можно очень быстро вернуться к странице, на фоне которой оно было показано. Всплывающие окна служат похожей цели, но отличаются от модальных масштабом и временем жизни. Как правило, их используют, чтобы подтвердить действие, показать пользователю короткое сообщение или попросить выбрать из нескольких вариантов. Технически они могут отображать и сложную информацию, но на практике для сложной верстки обычно используют модальные окна. Для создания модального окна в приложении на VKUI вам потребуются следующие компоненты. ModelRoot – это контейнер для модальных окон приложения. Он управляет отображением активного окна и переходом между окнами приложения. Внутри него должны находиться один или несколько компонентов ModelPage, каждый из которых описывает содержимое модального окна. Обращаем внимание, что у ModelPage обязательно должно быть указано свойство ID. Это нужно для выбора и отображения окна. Для описания содержимого окна еще можно использовать компонент ModelCard. Его мы детально рассматривать не будем, вы можете найти описание в документации библиотеки VKUI. ModelRoot не работает сам по себе. Нам потребуется SplitLayout – это контейнер содержимого приложения. Свойство Model этого компонента указывает, какой реакт-элемент будет показан как модальное окно. SplitLayout также обрабатывает открытие и закрытие модальных окон и затеняет основной контент. Внутри ModelPage можно вывести произвольное содержимое – хоть целую страницу со своими полосами прокрутки. Компонент ModelPage содержит свойства, с помощью которых вы можете указывать начальную высоту, максимальную ширину и даже сообщить движку библиотеки VKUI, что содержимое модального окна может меняться во время его отображения. Теперь давайте посмотрим, как можно открыть и закрыть модальное окно. Для навигации мы будем использовать объекты и методы библиотеки VKMiniAppsRooter, с которой мы познакомились на прошлом уроке. Сначала нужно настроить выбор модального окна по текущему состоянию. Воспользуйтесь hook'ом useActiveVKUILocation. Возьмем значение свойства Model из полученного объекта и запишем в свойство ActiveModel компонента ModelRoot. Хочу напомнить, что все модальные окна должны быть объявлены внутри ModelRoot и иметь уникальный идентификатор в свойстве ID. После того, как мы получили модальное окно для отображения, можно перейти на него с помощью роутера. Для модального окна может быть определен путь. Без указания пути модальное окно можно открыть по ID. Давайте рассмотрим вариант, когда для модального окна определен путь. Оно доступно по определенному адресу, как любая другая страница. Такие модальные окна доступны по прямой ссылке, то есть остаются открытыми при перезагрузке страницы. Ссылку на них можно отправить коллегам или друзьям. При открытии по ссылке на фоне будет видна страница, панель или таб, определенный в настройках пути. В массиве маршрутов, который вы заполняете при создании роутера, надо указать путь до модального окна. Для этого мы используем свойство Model объекта, описывающего путь. Переход на модальное окно, для которого объявлен путь, выполняется так же, как на любую другую страницу, с помощью методов Push или Replace объекта RoadNavigator, либо с помощью компонента RouterLink, у которого в свойстве Tube можно указать путь модального окна. Обратите внимание на параметр KeepSearchParams. Он позволяет сохранить параметры запроса, которые указаны в URL после вопросительного знака, при переходе на другую страницу. Такое бывает полезно, например, при переходе из поиска в карточку для сохранения вида поиска на фоне. Параметры пути и поискового запроса работают в модальных окнах также, как на других страницах. Теперь давайте рассмотрим вариант открытия модального окна, для которого не объявлен путь в массиве маршрутов. Примерами таких окон являются информационные окна или окна быстрой настройки. У таких окон нет специального URL, поэтому пользователи не могут поделиться ссылкой на них. Для отображения такого окна вызовите метод RoadNavigatorShowModel, а в качестве параметра передайте ему идентификатор желаемого модального окна. Закрыть окно можно не только в интерфейсе приложения, но и нажатием кнопки «назад» в браузере или на мобильном устройстве. Чтобы закрыть окно программно, вызовите метод RoadNavigatorHeightModel. Использовать этот метод можно как для модальных окон без объявленного пути, так и для окон с путем. Вызов этого метода уберет модальное окно с экрана и в общем случае выполнит шаг назад на предыдущую позицию в истории. Если приложение было открыто по прямой ссылке на модальное окно, вместо шага назад будет выполнен переход на панель, определенную в маршруте модального окна. Теперь рассмотрим всплывающие окна. В библиотеке VKUI есть несколько компонент для создания верстки всплывающих окон разного назначения. Рассмотрим основные. Компонент ALERT можно использовать для вывода различных предупреждений. Обратите внимание на возможность настройки кнопок в предупреждениях. Компонент SCREEN SPINNER – это готовый индикатор загрузки. Компонент ACTION SHIT предоставляет всплывающее меню. И наконец POPOUT WRAPPER – обертка общего назначения для создания компонента по своему дизайну. Давайте создадим всплывающее окно подтверждения отмены заказа на основе компонента ALERT. Теперь получим из роутера текущий компонент всплывающего окна с помощью hook usePOPOUT. Передадим его в свойство POPOUT – компонента обертки приложения SPLITLAYOUT. Осталось только показать наш запрос подтверждения отмены заказа при нажатии на кнопку. Для этого вызовем hook useRoadNavigator и получим объект RoadNavigator. Создадим функцию, которая вызовет метод showPOPOUT с ранее созданным всплывающим окном в качестве аргумента. Эту функцию передадим в качестве обработчика нажатия кнопки назад. Для скрытия всплывающего окна нам нужно передать вызов функции hidePOPOUT объекта RoadNavigator в событие onClose компонента ALERT. Для получения объекта RoadNavigator используем hook useRoadNavigator. Всплывающее окно. Также можно закрыть нажатием кнопки назад в браузере или на мобильном устройстве. Давайте подведем итоги. Мы узнали про модальные и всплывающие окна VKUI, разобрались в их отличиях и особенностях, научились выводить их на экран и скрывать, используя методы библиотеки VK MiniApps Router. Спасибо за внимание! Ждем вас на следующем уроке, где мы начнем знакомиться с библиотекой VK Bridge. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА